Ребята, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео и в этом видео мы с вами будем опять-таки рассматривать новинки, новую косметику, которую я недавно забрала с почты, всю косметику покупала сама, предвещая вопросы. И сегодня речь пойдет про посылку с сайта Beauty Bay. И ко мне пришел тональный крем, ко мне пришла кисть от Morphe и спрей финиш, но также в этом видео я насобирала еще те средства, которые я вам никогда не показывала и я также покажу вам их в действии, поэтому давайте начинаем. Так, давайте раскрывать мою вот такую вот огромную коробку. И, естественно, первое, что мне хочется протестировать, это новый тональный крем. Тональный крем от производителя The Ordinary и это у нас легкий тональный крем с легкой степенью покрытия, 30 мл. Тональный крем у нас содержит SPF 15 и оттенок у меня Fair Neutral. 1.1. Neutral это нейтральный потон и Fair это один из самых светлых оттенков, которые были в линейке. В линейке, кстати, очень много оттенков. По-моему, больше 20, поэтому спокойно можно подобрать подходящий для вас тон. Это американский бренд. И как они себя позиционируют, это что-то между ценой и качеством. Плюс они делают очень большой акцент на то, что их косметика не тестируется на животных, она не содержит парабенов, силиконов, никаких красителей. Они не добавляют отдушки в свои, в данном случае, тональные крема, поэтому на это у них такой большой упор. На упаковке я не нашла никаких замечаний, предложений по поводу того, как эту тональную основу использовать и на что ее лучше наносить. Поэтому мы с вами ее сегодня протестируем вместе с новым бьюти-спонжиком и посмотрим, как они будут работать вместе. Очень жидкая тональная основа. Я думаю, вы слышите, как прям водичкой она разливается в этом тюнбике. И что, и давайте пробовать. Так, что мне понадобится еще? Мне понадобится мой бьюти-спонжик от производителя Beautypedia. И это безлатексный спонжик, который я подсказала совсем недавно на сайте Wildberries. Поэтому давайте его также сегодня протестируем. Тональную основу мы уже встряхнули. Я нанесу ее немножко на руку. Надеюсь, я угадала с оттенком, потому что я уже сказала, что все это покупала онлайн. Да, очень-очень жидкая тональная основа. И оттенок, видите, такой светлый. Действительно с нейтральным фатоном. Ни желтого, ни, так скажем, розового здесь нет. Наверное, чуть-чуть светлее, чем мне бы того хотелось. Но давайте смотреть дальше, давайте тестировать. Конечно, что я могу сказать сразу, и что сразу же мне бросается в глаза, что, во-первых, спонжик съел практически все, что я нанесла. И впитала в себя. А во-вторых, что действительно, конечно, кровоящая способность здесь абсолютно-абсолютно минимальная. Видите, у меня ее нет только на лбу. Да, на тональной основе и практически все лицо я в один слой покрыла. Но я вообще не увидела никакой разницы, ни то, ни после. Поэтому давайте попробуем, во-первых, доделать то, что не доделали. А во-вторых, я хочу однозначно ее выслоить. Я бы не сказала, что с бьюти-спонжиком здесь какой-то маломальский разумный расход. Потому что два такие хорошие нажатия помпы у меня уже ушло. Перекрывать и перекрывать еще до той степени, какой бы мне... До той степени, которой мне хотелось бы. Не могу сказать, что я фанат этого бьюти-спонжа. Очень они похожи с таким же бьюти-спонжем от Luxe Visage. Давайте наносить еще третью помпу, что вообще для меня является рекордом. Очень они похожи, если у кого-то был бьюти-спонж от Luxe Visage. Вот они очень похожи. Они похожи тем, что они такие, так скажем, жестковатые. Так. Ну, однозначно насладить ее можно. И чуть-чуть получше, кроющая способность у нее в два слоя. И, в принципе, неплохо. Но если я буду наносить такое количество тональной основы ежедневно, то она у меня закончится, наверное, за неделю. Конечно, из приятного и из плюсов это однозначно то, что она абсолютно невесомая на коже. Я ее не чувствую. Я нанесла ее, наверное, три слоя. Но я абсолютно ее не ощущаю на лице. И по ощущениям без базы она прекрасно ощущается на лице. Мне очень и очень комфортно. То есть я себя прям трогаю. И это приятное, приятное чувство. Также я говорю, она у меня нигде, я уже вижу, не забивается в мои несогубные складки. Потому что очень часто у меня сразу же начинает забиваться тональная основа в несогубные складки, которые у меня имеются. И на лбу, лоб морщина она не подчеркнула. Она их как бы и не выровняла, не сблюрила, ничего такого. Но она пока их особо и не подчеркнула, что в принципе меня не может не радовать. Единственное, что какие-то все-таки шелушения она подчеркивает. И также мне хочется в этом видео показать вам в действии палетку от Morphe. Second Nature она называется. И эту палетку я также заказывала на сайте Beauty Bay. Поэтому мне хочется включить ее в это видео, чтобы, так скажем, все ссылочки с этого сайта я сразу могла оставлять внизу. И все, что я оттуда заказывала, все это будет в описании под видео. Вот такая красивущая палетка в теплых тонах. Я вам ее показывала в отдельном видео. И давайте мы сегодня будем работать в большинстве своем с двумя нижними рядами. Потому что с верхними рядами мы уже пробовали что-то сделать, что-то сотворить. А вот с нижними как-то мы и не работаем. Так, я сейчас возьму свою базу от Belita. По поводу базы вы уже знаете мой вердикт. Мне эта база очень нравится. Давайте начнем с переходного оттенка. Вот этого вот. И дальше будем двигаться и делать что-то уже интересное. Давайте дальше возьмем вот этот оттенок. Последний, перед последним ряду. И потом углублять складку и наносить его в уголок сразу. Так, поехали дальше. Давайте возьмем следующий оттенок. Вот этот вот оттенок. И естественно все это опять подтушевлено. Так, продублируем то же самое на нижнем веке. Я просто смешиваю все самые темные оттенки, которые я нравила, и наношу их на нижнем веке. Давайте возьмем шиммерный оттенок, вот этот самый светлый шиммерный оттенок, и добавим его, точнее это даже металлика шиммерная, и добавим его в уголочки к нас. Самым белым оттенком немножечко все подтушим, подтушим все границы. Сейчас я оформлю ресницы тушью, и скорее всего приклею накладные, и вернусь к вам уже с ресницами, чтобы это видео не было слишком длинным. Я вернулась к вам с полностью оформленным макияжем глаз, это то, что у меня получилось. И теперь я хочу также показать вам здесь новый консилер, который я показывала в своих приобретениях-покупках, и это у нас Essence Stay All Day 16 часов, вот в такой вот он, белорозовой упаковочке. И у меня это десятый оттенок, опять-таки натурально бежевый. Давайте с вами смотреть, точнее я уже им пользовалась, но так скажем, хочу показать вам все наглядно и рассказать все наглядно, как он себя поведет. И что вообще он из себя представляет, показать вам. Что сразу бросается в глаза, он очень сильно окисляется, то есть вы можете наблюдать, какой он был при нанесении, и какой становится спустя несколько секунд, даже минуты еще не прошли, после того, как он на коже оказался. Дальше посмотрите, насколько он вообще ничего не перекрывает, и насколько минимальная в нем кровоощаспособность. Достаточное количество я его нанесла. Видите, как он окислился? Он практически слился с моим тоном лица основным. Это просто жесть. И мало того, что он окисляется просто на три тона, так он еще ничего и не перекрывает. И если его сравнивать с моим любимым, консильный ромат Essence, который называется камуфляж, это, конечно, небо и земля. Так, ребята, я закончила свой макияж и вернулась к вам уже полностью с оформленным макияжем. И давайте сразу вам расскажу, что я использовала, чтобы вы не задавали мне эти вопросы. Скульптор Luxe Visage 2, это третий тон. Хайлайтер Jibkiri Louis. И наверх сухой. Сухой с Алиэкспресс я вам показывала в последнем видео. И на губах у меня помада от Luxe Visage. Вот такая в золотистой упаковке. И это 59-й оттенок. И, ребята, последнее, что я хочу проверить в этом видео, это то, как поведет себя спрей-финиш. Вот такой малыш от производителя Cover Fix. И это у нас спрей с эффектом иллюминайзера 30 мл. И что еще? Заболтайте хорошенечко перед применением. Давайте заболтаем. Опять-таки, очень много на англоязычном ютубе именно положительных отзывов про этот спрей слышали. И все говорят, что нужно быть осторожным и очень хорошо его встряхнуть и далековато от лица пшикать. Здесь я немножко приблизила. Мне хотелось посмотреть, правда ли не правда, что будут оставаться блестки. Потому что все говорили, что если слишком близко к лицу подносить, то да, могут оставаться блестки. И вот у меня прямо на лбу такая вот большая белая блестка и осталась. А так, в принципе, у него очень удачный распылитель. Очень мелкое распыление. Самое мелкое, которое когда-либо встречалось у меня в спрей-финишах. И, ребята, давайте делать выводы, что понравилось, что не понравилось. Потому что практически ничего мне сегодня не понравилось. И ничего меня слишком сильно не удивило. Но давайте начнем по порядку. Тональная основа The Ordinary. Она у нас основа серума. И что я вам могу сказать? Откроющая способность по пятибалльной системе, это скорее двоечка. Потому что она очень слабая и очень легкая. То, как она ощущается на лице, однозначно мне понравилось. Она абсолютно не ощущается. Она невесомая на лице. Какие-то складки, какие-то морщины она не забивается. И пока у меня два раза садилась батарея, прошло практически два часа. Как я записываю это видео, тональную основу мы использовали в самом начале. И за эти два часа она у меня не забилась ни в одну морщинку. И мои носогубные складки, которые у меня обычно выглядят хуже всего, после любой тональной основы, смотрятся более-менее с ними все в порядке. Я вам показывала палетку от Morphe. Я от нее без ума. Здесь ничего нового нет. Очень мне нравятся все оттенки. Вся теплая цветовая гамма. К палетке никаких претензий нет. Тени не меловые. Очень хорошо пигментированы. Хорошо тушуются между собой. Плюс мы с вами использовали сегодня новую кисть от Morphe, которую я также заказала с этого сайта. Кисть очень классно срезанная. Кисть очень плотно набита. И при этом она просто супер мягкая. Поэтому, во-первых, приятно ее держать в руке. Она такая как матовая, матовое покрытие у ручки. Дальше мы с вами тестировали консилер. Вот такой консилер от Essence. И я вам уже сказала свои впечатления. Я его просто терпеть не могу. Отвратительный консилер, который вообще ничего не делает. И что он есть, что его нет на лице. Для меня одни минусы. Плюс он окисляется. Так, ребята, дальше мы с вами тестировали бьюти-спонжик от Beauty Felia. Средненький бьюти-спонжик. Я бы не сказала, что это что-то удивительное. Но, учитывая его бюджетную стоимость, я думаю, что подружиться и попробовать его можно. И, ребята, последнее, что я вам показала, это Spray Finish от Cover Fix. И, опять-таки, неоднозначные впечатления. Я бы не сказала, что у меня прямо засверкало, замерцало лицо. И что-то произошло экстра. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, если вам понравилось такое видео. Мы с вами скоро увидимся в новом видео. И всем пока-пока. До новых встреч!